И снова здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сёстры! Данное моё видео будет посвящено теме, которую я уже давно не посвящал в новых своих видео. Это тема армян, которые либо под тяжестью собственной совести, либо находясь в раздумьях один на один, сами с собой, начинали доходить до той точки, когда их понимание, осознание того, что происходит, приводило их размышления к единственному ответу. Дальнейшая ложь, излагаемая армянством, погубит их собственный народ. И они начинали говорить правду. Я уже говорил о политиках, об историках армянского народа, которые доходили до этой критической точки. Но таких личностей достаточно много. В связи с чем, я и решил продолжить данную тему, данную серию видеороликов. Тем более, мне прислали мои подписчики достаточно большое количество ссылок на статьи, посвященной именно таким армянам. Ну что ж, пожалуй, приступим. И вот первая такая личность. Давайте прочтемте. Лингвист Капанцян. Фундаментом армянского языка был тюрский. Интересно, не так ли? То есть тюрки должны были быть, как минимум, не менее древними, чем армяне. Как минимум. А скорее всего, более древними. И это утверждал армянин. И необычный армянин. Давайте прочтемте, кто же он такой. Григорий Айвазович Капанцян. 17 февраля 1887 года рождения. Аштарак. А умер он 3 мая 1957 года в Ереване. Советский историк. Лингвист. Академик Академии наук Армянской ССР. В 1947 году Капанцян издал книгу «Хаяса, колыбель армян», в которой утверждал, что фундаментом армянского языка был тюрский. Давайте зачтемте с вами этот фрагмент. Мои наблюдения показывают, что древнеармянский язык, зародившийся в тот период, носил в себе элементы хетского, тюркского, урартийского, грузинского и хуридских языков. Тот язык является своеобразным фундаментом для употребляемого ныне ашхарабара, нового армянского языка. Браво! Больше невозможно как-либо по-другому охарактеризовать данное заявление, согласитесь. Браво! Тем более, эти высказывания подтверждают мои мысли касательно возникновения вообще понятия армяни. Армужчина, мян, я. Понятия ар-цаха, ар-арата и так далее. Ар-ата. Области арана, ар-ана и так далее. Все не перечислишь. При этом, как я говорил, все те термины, которые возникли после, как вы помните, падения, исчезновения государства Ишгуза, все они не просто переводятся с тюркского, а имеют смысловой перевод, образуя семью. Отец, мать, ребенок. Интересно. И вот данный армянин подтвердил мои высказывания, даже не зная задолго до моего рождения. Я был приятно поражен, скажу честно. Но давайте перейдемте к следующему. Армянский историк, Ишханян, армяне расселились в различных частях Кавказа лишь в течение последних веков. И опять-таки, по неволе, здесь тоже идет подтверждение моих слов, что нынешние армяне только имеют малые гены, свойственные именно автохтонным народам Кавказа. И эти гены именно и заключаются в народности армянь, которые хаи присвоили со временем себе, смешавшись с этим, видимо, не столь многочисленным народом, потому что об народности армяне, армянь, не так уж много информации. Именно о, скажем так, прото-тюрской или скифской ветве, вот этой народности, которая носила бы такое же название, армяне. Идемте дальше. Впрочем, давайте зачтемте этот фрагмент, чтобы армянские наши оппоненты сейчас не сказали, что я, скажем так, искажаю смысл слов данного ученого. По представлению исторической древности, действительная родина армян, так называемая Великая Армения, находится за пределами России, а точнее в Малой Азии. Что же касается армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, то часть их была аборигенами из древнего албанского племени, сохранившего христианство. Другая часть населения, это беженцы из Ирана и Турции, которые, спасаясь от нападений и преследований, нашли для себя убежище на землях Азербайджана. И все же, давайте осветим и два оставшихся фрагмента, из которых состоит данная статья, потому что в них тоже описаны высказывания Ишханяна в отношении истории армянского народа. Крайне важные аспекты, и вы сейчас поймете, почему они важны. Ну что ж, давайте продолжим. Если бы не было известного туркменчайского договора в 1828 году, не было Грибоедова и Абовяна, не было бы русских солдат, не было бы и превращения в современные села и города сотен вновь созданных армянских очагов. Только за последние десятилетия, я здесь понимаю, что в 1860 году, по 70-е годы на родину переехало свыше 200 тысяч армян. Интересно. Да, он, конечно же, старается каким-то образом выставить армянство как аборигенов за Кавказе, аборигенов той территории, на которой сейчас находится Армения. Но, тем не менее, он признает, что армянство и армянский народ составлял меньшинство. И если бы не Россия, не российская армия, не туркменчайский договор, не деяние Грибоедова, то, в общем-то, эти земли, на этих землях никогда бы не было бы создана какая-либо Армения. Так как большинство на этих землях проживало не армян, а тюрок. И вот еще, в дальнейшем, он подчеркивает данное свое высказывание. Армяне рассеялись в различных частях Кавказа лишь в течение последних веков. Это его высказывание было напечатано, я здесь не могу понять, это журнал или газета, народности Кавказа, статистическое экономическое исследование, Петроград, 1916 год, страница 16. Браво! Здесь ничего большего я сказать не могу. Нет, это книга, небольшая книга. Впрочем, перейдемте к следующему ученому. И вот здесь я вас удивлю. Удивлю тем, что я вынужден сделать в отношении одного ученого, о ком пойдет речь, исключение. Так как он не будет являться представителем армянского народа. Это будет француз. Французский историк Элизе Реклю. Родина армян, не Кавказ. Ну что можно сказать? Обратите внимание на данную карту, которую он прилагает к своему научному труду. Я не буду весь, я не буду зачитывать именно его, даже фрагменты из его научного труда. Достаточно ознакомить вас с картой. А где же находится армянский тавр? Возле озера Ван. К сожалению, французский ученый опять-таки не совсем точен. Так как даже к озеру Ван потомки армян когда-то пришли. И свидетельство этому балканское или армянское заболевание, генетическое заболевание, которое передается именно по отцовской или по материнской линии. И которым невозможно заболеть. Оно именно передается предками. что свидетельствует именно о балканских прародине нынешних армян, которые страдают по сей момент этим заболеванием. Если говорить более широко о данном аспекте, то хочется вспомнить таких ученых, российских историков, о которых я уже говорил, то есть об Ольховском и Шамбарове, которые указывали, что армяне как известно, пришли на территорию государства Урарту. Но до государства Урарту на этих землях существовало другое государство, к которому выходит армяне вообще не имели никакого отношения. Это государство Вантип. То есть это еще раз доказывает, что даже на территории Турции, нынешней Турции, армяне являются пришлыми. И те народы, которые как раз таки хотя бы косвенно могли бы претендовать на эти земли, почему-то молчат об этом. Им это не надо. Прежде всего, это чеченский народ, потому что они имеют отношение к Урартам. Это сваны, которые, видимо, имеют отношение к Вантипу, к озеру Ван и государству, которое было воздвигнуто на берегах этого озера. Как-то так, дорогие друзья. Впрочем, опять-таки, давайте перейдемте к следующему ученому. И опять вернемтесь именно к представителю армянского народа, к армянскому ученому, к Подканову. Подканову. Армяне никогда не играли особой роли в истории человечества. Керопе Петрович Керопе Петрович Подканов, Подканян, 1833-1889 год. Российский историк, востоковед армянского происхождения. Вот его книга, ванские надписи и значение их для истории Передней Азии. Давайте прочтемте этот фрагмент, который указан в данной статье из данной книги. Армяне никогда не играли особой роли в истории человечества. Это не есть политический термин, а название географической области, в которой разбросаны отдельные поселения армян. Армяне всегда были плохими хозяевами земель, на которых обитали, но они всегда умело прислуживали сильным. Ванские надписи и значение их для истории Передней Азии. Ну, что мне хочется сказать. Знаете, во многом я во многом я не совсем согласен с данным автором. Но вот в отношении черты характера нынешнего армянства, то, что они умеют угождать сильным мира сего, это правда. Они умели угождать Персам, они умели угождать Византии, Македонянам, Римлянам, Османской империи и Российской империи. Но всем известно, чем это все заканчивалось. К сожалению, заканчивалось идентично. Ножом в спину. Опять-таки, я не говорю про армянский народ. Потому что, как я сказал, на мой взгляд, автор, описывая вот эту черту, он описывал именно хаев и мушек, но не армян первоначальных. То есть, не одно из ветвей скифов, которые вышли из государства Иш-Огуза, о которой я тоже говорил и говорил не раз в своих предыдущих видео, посвященных истории. Потому что тюркам не свойственно то, что свойственно видимо было хаев и мушкам. Как-то так, дорогие друзья. Во всяком случае, одной из этих народностей, не могу утверждать какой именно. Здесь тяжело говорить это свойственно эта зараза передалась нынешним армянам от мушек или от хаев. Не могу утверждать и не буду. И последний ученый, о котором хотелось бы поговорить, это Манук Хачатурович Абигян о туманном прошлом армян. Вот вы видите, ему даже была посвящена Марка в свое время, в 1965 году. Манук Хачатурович Абигян я вот здесь немножко запутался, потому что у него выходит два дня рождения с 17-го в кавычках 29 марта 1865 года. Остопад Ереванская губерния. Умер он 25 сентября 1944 года Ереван СССР. Армянский литературовед, прошу прощения, академик Академии наук Армянской СССР 1943 автор трудов армянские народные мифы в истории Армении Мавсеса Харинаци. Армянский ученый Манук Абигян о туманном прошлом армян. Давайте зачтемте, что же он говорил об этом. каково происхождение армянского народа, как и когда, откуда и каким путем они пришли в эти места, с какими племенами были связаны до того, как стали армянами и после, кто и как повлиял на язык и этнический состав этого народа. У нас на руках нет точных и надежных сведений, которые бы утвердили данные прошу прощения, утвердили данные вопросы, то есть ответили бы на данные вопросы. Данный фрагмент был написан Мануком Абигяном «История армянской литературы Эреван 1975 год страница 11». То есть эта книга была, видимо, написана после его смерти. Ну, что можно сказать в связи с данным высказыванием? Прежде всего, я опять говорю, вот эта балканская или периодическая или армянская болезнь все-таки, на мой взгляд, может очертить определенный ареал начального возникновения во всяком случае данного народа. и возникновение данного народа, насколько вы понимаете, никак не связан ни с нынешней территорией Турции, ни тем более за Кавказем. А те маломальские гены автохтонов турецких земель либо автохтонов за Кавказе крайне малы, если ген балканский все еще сохранился. На этом все, дорогие друзья. Мы обязательно поговорим на эту тему и не только на эту в прямом эфире, который будет сегодня на моем канале. Да, через некоторое время вас ждет еще одно видео. Не пропустите. Всем до свидания, всем пока, всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания. Сеидов Кямран.